Так, если тут будет саладуха, вызывайте меня. Вы меня валили кринжа. Это уже здесь. Давайте. Не веду эту песню. Ой, это шапочки. Только он без шапочки и без очков, который был. Так, саладуху я знаю некоторые. Да все, они упендриваются. Давай. Пригадание Сябрым. Всем привет. Смотрите, какой она сегодня. Ооо. Сегодня Слава будет. Сумахнатыш. Я думаю, что он угадает чуть больше, чем я. Всем привет. Привет, привет, привет. Привет. У нас новый классный участник. Так что приветствуем его. Я просто в комментариях. А что в следующей серии не было? Вопрос. Я ведущий шоу. Посуждаем, если хотите. Может быть, где-нибудь ссылочка. Переходите на шоу. Это было два месяца назад. Это месяц. Мы с Лерой. Вы знаете, что у вас с Лерой есть очень много общей. Например. Мы очень сильно любили новинскую музыку. Да. И другая. Бог проявил себя в этой серии. Я слышал, что там будет что-то кринжовенькое звучать сегодня для нас. Поэтому пожалеем собачку. Ноу, 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 ноу. Мы такие любые обожаем песни. Ну если ты какие-то песни всегда включила, которые не стыдно подпевать, мы тебя застыдим. Хорошо, что ты взял Славу с собой, потому что мы как бы очков чуть-чуть не сдали. Собачку зовут Слава. Потому что я по кринжовам песни белорусскими, если честно, не очень. Ну давайте будем репеваться. Кто больше? Ох. Ох. Я думаю, что для нас все песни будут топ. Все. Стоп угол. Поехали. Поехали. Пери на разницу в росте. Давай. Ну-ка. Я танцевала в клубе. О, я слышала. Мария Кравиц. Нет. Я танцевала в клубе. В Дубае. Я танцевала в клубе. Я танцевала в клубе. Как будто слышала. Мария Кравиц, CNT. Comedy Club. Мне жарко. А кто сдает исполнителей? Я знаю. Блин! Нет, я думал, типа там в клубе. А там с этим, с дуэтом, с музыкальным. Он знает. Do it yourself, girl. Это не рофленная песня? Дуй меня, дуй. Это серьезная песня? Это жарко. Да. А кто это спевает? Ты памятишь? Ну конечно. Это же Жека. Дуй на меня, дуй. Дуй на меня, дуй. Ты будешь ее пробовать? Не, не буду. Это Жека. Включите послушаться. После выпуска уже. Не, ну Жека это безумовная легенда. Але я крыхусь дивлена, че мы ей не дали допеть другий куплет. Второй куплет Жеке не дали допеть на на Субордной Евровидении. Да. Вот, видишь, какая история. Без фонограммы. Видишь, как грустно. Вообще, эрония просто. Миллион процентов. Мы не слышали. А, видишь, выбирали песню на Евровидении. Как ты ставишься вокруг этих отборов? Уже не как. Не, ну из этих отборов перед отборов. Но это с одного боку, ну, смешно. Да там отборы ничего не влияет. Сумно? Там все равно выбирают те, кого надо на этих отборах. На Евровидении. Кто выбирает? Кто надо? Кто надо. Кто надо? Кто при подмазанных убирают и все. Никогда, честно, не убирали. Очень редко это было. Давай 8 на первого раза, да? Это будет такой миллион. Я, кстати, как-то переписывался с Жекой. И что? Расскажи. Нам нужна история. У нас это есть в выпуске. О том, как вы с ним переписывались. Как-то делали выпуск про Евровидение. Она там что-то рассказала тебе. О, кстати, Айвэн этого помнишь? Айвэн был. Короче, голый такой, с волками там был чувак с такими длинными рыжими волосами. Иван, который, Айвэн его или как-то так называют. Нет, не видел такого? Ай, ну ты ж вообще этой темой, наверное, интересуешься. Ивангай, я знаю. Не-не-не, другое. Другое, другое. Мне кажется, она русская эмигрантка в Америке. И я сказал, что, может быть, вы хотите что-нибудь там зрителям нашего канала передать. И она мне присылает голосовой. И там, слушайте, Иван, ты сейчас думаешь, типа, что передать? И вот мне там набросало речи, как правильно. Бульбаши или бульбаши? Жека, если вы нас смотрите, запишите, пожалуйста, нам или только Лере. Нам. Видео приветствия, где пожелаете нам что-нибудь хорошее. Да, у нас не так давно были дни рождения. Дуй на меня, дуй. Вот. Нет. Нормально. Звучит, как хитяра. А что я не слышал? О, это Солодуха. Что там? Мы запутались с тобой, та-та-ра-та-ра дой ценой. Так это же базовая. Там где зреет виноград, зеленый. А, ты у нас тупиева начинаешь? Нет, они с куска куплета. Я просто знаю. Это Александра Солодуха. Да. А песня? Про виноград. Я не знаю его песни. Мы запутались. Там где зреет виноград. Это там где зреет виноград? Зеленый, а под окнами броди запутались с тобой. Я песню знаю. Там где зреет виноград? Она самая популярная у него, кстати. В Солодухе эта песня. Я просто сомневалась в себе. Но куплеты не знаю. Ну да. Это причем не начало куплета. Это середина куплета. Ее стыдно. В каком я это учился? В Академии искусств. У вас не было такого, что на всякие мероприятия приезжал Солодуха как звезда? К счастью нет. Кстати, он же вроде как бывший стоматолог. У него улыбка ослепительная. Он просто когда улыбается, такое ощущение как будто чисто тебя ослепляет просто свет софитов. Или это просто такие огромные белоснежные виниры реально. Не видел, нет? Ну видел, да. Как будто неестественно. Ты слышала его новый какой-то тикток трек? Нет. Я такого не видела. Актуальная я не знаю. Знаю только то. Популярного тиктокера. Лучше, чем коллаба А4 и Александра Солодуха, который Лиза, кстати, снимала, уже не будет. Саша. А вот это был Егорик был. Крахужаль. И он мог стать народным. Мог. Солодуха пересекался только на всяких концертах, которые шли от телка. Видишь? Они в этой всей сфере тусят. Ну. И я уже как помню историю, когда он запретил к нему подходить. О боже. Потому что у меня в руках была ручка. Ну, какой-то типа список и ручка. И он такой, Иван, пожалуйста, не в карточку мне не подходите. У меня сегодня новый белый пиджак. Он дизайнерский. А, одно еще было. Есть на Киркоров. Да. Он уж характер. Или Басков. А ты не слышишь? У него же характер еще тот. Он же еще тот перец. Ничего не знаю про него. У меня мама даже на концерт его ходила. У меня был диск. И там была еще фоточка и автограф его даже. Ну, это такая кринжовая история. Другие решили зарубить подарунок. И заказали ему выступ. Солодухи. Солодухи. Ну, колистик это было еще текало. Прошлое не вороться. О, это тоже самое. И не поможет слеза. Поцеловать мне хочется. Поцеловать не хочется. Дочки твои глаза. Дочки твои глаза. Дочки твои глаза? Да. Там еще, там еще была. Там еще была песня про неравный брак, неравный брак. Но мы с тобой от счастья облеем. Там что-то там про разницу в возрасте большую или что-то такое. Ну-ка. Одна секунда. Одна секунда. Одна секунда. Одна секунда. Я не веду. Что с тезаной моей? Ну, дольше, дольше. Я услышала какие-то биты оси дисси, на которые наложен очень плохой зальский рэп. Оси дисси? Вот так вот я это услышала. Музыка Вот, 5 секунд Я играю снова прятки на диване Тара-та-р-тиро-та-р-тиро-тара-тара Нет, что-то Я расскажу Это Александра Гайду У sentido А, точно Да, да, да Это ее голос А песня Мне, честно говоря, кажется, что может быть Инна Афанасьева, нет? У нее могли быть какие-то такие эксперименты Потому что это старшина, нет? С молодежной повесточкой А давай послухай вместе Давай Нет, что такое, дурацкое Музыка Понятно Он знает Самое сладкое место на теле, будем искать с тобой в нашей постели. Александра Гайдук. О, она вообще четко текст знает. Ничего себе познание. Слышал такое? Я тоже нет. Александра Гайдук. Александра Гайдук? Она, Гайдук, Александра. Вы видели Александру Гайдук хотя бы недавно? Такая эффектная, так сказать, по меркам нулевых, такая грудь, такая вся вот Слушай, у нее точно есть, ну, по крайней мере, были какие-то богатые мужчины произвели, она, типа, такая, прям, у нее уже сломалась после этого хита У нее есть еще какие-нибудь хиты? Да, но я его сходу не спела Пришли мужчины, чтобы искать местную теле? Да, нет, эта песня мне очень нравится, я знаю, что это Это классный припев с куплетом Не трамалась, ну, крышечка А приспел такой, да? У него есть конкурент Это пошлость, звенящая пошлость Да А есть классный конкурент, видишь, який? Какой? Альбина Тогда я буду, 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 будешь тобой Ты что-то поет? Буду, буду думать об этом Видел такое, нет? Не знаю, как будто вегра какая-то Только в ЗАГС Только в ЗАГС? Я не чук эту песню, а кроме приспел, а у меня есть догадка Ну, давай, я пока в уголе не разумею, покой БЕЛОРУССКАЯ ЖЕНА Что-то там всего полна Ты слушал такое? А, ты все знает Как его зовут? БЕЛОРУССКАЯ ЖЕНА Да, я знаю Азаренко, Александр Азаренко, белорусская жена Да Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий Азаренко Так, это песня БЕЛОРУССКАЯ ЖЕНА А як я его звать? Только в ЗАГС Дмитрий Азаренко БЕЛОРУССКАЯ ЖЕНА Честно, мне очень стыдно, что я эти песни угадываю с первой секунды Это ошибка, что тебе за это стыдно, потому что это, как ни крути, вошло в супер жесткий контекст нашей жизни Дмитрий Азаренко, счастье ТОБЕ, здоровье, всего наикрашшего Ну нет, в супер жесткий Чего не играются? Ну, кринж Классные песни Радио Я просто подписан на его инстаграм, ладно, не подписан, но я на него захожу, смотрю, что ему там пишут У нас просто заканчивается сейчас нашим шоу сезон, у нас был выпуск, и мы там прям пообещали, что мы откажемся упоминать Дмитрия Азаренко Почему? Уже заеба Мы постоянно выпускаем что-то кринжовое Я вчера кажу, что я даже не веду эту песню Не веду же эту песню? Ксения, самый час послухать Слушайте, ну это просто ужасно, если честно, просто отвратительно, текст песни это 20 век, я не знаю, какой 20, 17 Он посмотрит и обидится Не помню, я так чувствую Дай бузьку Дай бузьку, в этом мире нет ничего лучше Так... Ага Все, я поняла, почему они отказываются с ним сотрудничать и не хотят, я поняла Ну короче, там, видимо, она пашет, не жалуется даже, типа белорусская жена, зашипок, поняла Ой, это какая-то Альбина сексова реально была Альбина? Реально, да, е-е-е Это звучало как Альбина? Голос прям Альбины Да Реально голос Альбины А Анатоль? По-перше, ну не, это легенда Легенда патриотичной песни Ксения Дигелька А, Дигелька Точно С песней Такого же червина будет Я Белорусские песни Деревня? Я с деревни Я из деревни Я из деревни Ксения Дигелька Я из деревни Я ее наизусть знаю Я просто сразу Вижу, у них прям счастье Где она стоит, сзади люди, диджей Она такая Что, мы не юбки Что, этот шарфик с Бересева В смысле, это девочка? Как это пипало реальный телек Это ж был Я думал, это голос бабки Я тоже думала, там за 50 Женщина поет Еще даже до сих пор не все люди знают Что это на самом деле Большой продюсерский проект Такой очень стегный В Токсении Дигелька Я не знаю, что он существует Я придумал эту песню Стегно А ведаешь, за какой она в деревне? Вот это Минулый выпуск Я вздымалась из Леры Я наведала, а я нет Честно говоря, очень странно Что у Ксении Дигельки Не случилось еще хитов Мне кажется, она Она бы могла Я смелая, умелая И чисто по жизни И всегда веду Здоровый образ жизни И сигареты, и алкоголь Надо запретить Чтобы люди на земле Смогли спокойно жить Я из деревни Даешь процветание А тут голос как будто девочки Да? Йоу-йо Йоу-йо Ты же сказали Выпуск с кринжовыми песнями Тоня Лакучистка Даже сладуха не выглядел Кринжовым с виноградом, да? Да, сладуха не выгляделась Вообще ни разу Но сейчас, да? Про пуську, про дуську Надо еще по поведению Такой, конечно, прикольный чел Это как он называется Знаешь, когда показали эту девочку Звук был, ну, как у девочки А почему, когда кусочек показали песни Как будто бабка пела, реально Что это? Вот это нельзя было делать сейчас У меня с ней особое отношение Должен было гадать я На английском что-то? Соленья, варенья Что? Алена Ланская Алена Ланская, наверное, да Ты хочешь мне передать право? Ее там отправили на Евровидение Эту Алена Ланская Да! Это песня, которая на Евровидение ездила Да, Солео, Солео, знаю, слышала Я с ней был очень близко Солео Я, так сказать, слышала Вот тогда, кстати, был срачкой Когда выбирали там, типа, конкурсантов Кто поедет на Евровидение И там песня не понравилась, по-моему То ли ее Вроде это был ее год И, короче, ее засрали А в итоге все равно отправили Потому что она была подмазанная Ну, приблотненная И в итоге ее послали С этой Солео, Солео Я знаю эту песню Я слышала эту Солео, Солео, да Она на английском там поет Солео, Солео, Солео Которое она вчера из погреба достала Там такие грузди Такие Сестры? Которые? Это, в общем, все, какие-то брейки А знаешь, что теперь все стер Этих груздевых? Да Ну, этот он, наверное, Нехотелку уже сделал Этих стер груздевых И «Салео» ее назвали просто потому, что там было какое-то другое название, но просто по авторским, типа, что-то не проходило, потому что песня же должна быть новая, и они просто придумали какое-то слово «Салео», и такие, типа, ну окей, скажем, что это планета такая. Бережен. Сильно в этой сфере работает. И потом в честь этой песни назвали «Предприятие». Вот так нужно делать. Я не буду делать вот так. А, точно, вот так. Вот танец был. Из всего, что было в Беларуси, это не самое худшее. А что было самое худшее, ты считаешь? А Джаника «Гурбаш» ужасный. А вот, выступали, видимо. С цимбалами «Айлав Беларусь». О, я помню, ты слышал это? О, да, слышал, да. Я помню, что вы знаете, на такой конкурс отправлять песню, которую надо петь на празднике в Барановичах. Ох, еще так, а ну. У нее, короче, есть песни. Бедные Барановичи сосрали. Не, ну реально, вот такие песни обычно на празднике, на дне города и поют. Ну, просто олья там. Нет, вот реально, ну ты идешь на дне города, а у нас тоже, у нас знаешь, что сейчас поет? Короче, значит, филармония стоит. Они что сейчас делают? Вытаскивают колонку музыкальную, включают на всю громкость, и там поются песни про Могилёв. Ты слышал? Мой могилев Мой могилев Срочно, срочно, падает уровень патриотизма Включаем Мой могилев Я так с ним помню, только запомнил Мой могилев и мотив Да, и бесконечно по кругу Куточек Беларуси Она раньше постоянно играла По программе Доброй Ранцы Беларусь Причем это было Супер много лет назад Я не слушала Ой, что знакомая Это та самая песня Про дулочку, нет Знакомая как будто Зелёный цвет Ну, именно как будто Я могу догадать все, если ты не знаешь Ты слушала это? Что знакомое? Дрозды? А я тоже слышала Кеды-полукеды Мне кажется, я слышала Это в Кедахе-полукедах Да, мне кажется, мы с вами пели Что-то такое И группа названия знакомой Дрозды В Кедах-полукедах Такое ощущение, какого-то реклама Какого-то мобильной связи была Не помню, нет А мне кажется, кто-то у нас даже То ли в школе, то ли где пел Я не помню, сколько она древняя Есть наша любимая песня Какая, Лера? Так она же вроде как не кринжо Она вроде как профильная была Не продается хата батько Я знаю эту песню, потому что как-то раз я играл в ЧГК-турнир И, значит, там была реклама разных концертов И там постоянно была реклама концерта группы Дрозды И эта песня там звучала раз, не знаю, сто И все, кто играл, они прям наизусть запомнили припев этой песни Вот она и стала популярной Все теперь ее знают, да Я не разумею, что тут сказать Но это была суперпопулярная песня С Велкома, так? Это же был тариф, как будто в кедах полукедах А, так вот откуда же все реклама этого Я говорю, как будто тариф, как будто в кедах какие-то было Что-то такое знакомое А, да, был же тариф в кедах Ты в кедах или ты в полукедах? А как тариф так и назывался Это рекламная песня Все Поэтому знаешь, реклама крутилась Понимаешь, она попала в то время, когда Они были такими милыми дурачками А Велкома уже нету Уже же Велком А1 назвался, уже выкупили Помнишь, раньше был Велком, да, да, да Все, ну, есть Название другое Это уже не то Чего? Чего? Кстати, мне кажется, напишите в комментариях Вы действительно читаете кеды и полукеды Кринджовой песни Да она просто рофельная Это песня нашей молодости Тупая, бессмысленная Да нет, она обычная песня Рекламная Вот как песня Дюна Вот там же тоже такие странные Они просто рофельные Вот Ну, просто, чего еще Кеда и полукеда Да Они взлетели Ой, очень знакомая Эфанасьева Нет, я вот этот мотив Вот это вот Это Эфанасьева Ирина Инна Что-то очень знакомое Извини, пожалуйста Я вообще не уверен, что я знаю, кто это, но, может быть, это была какая-нибудь Лариса Грибалёва. Они взлетели. Птицы мои... Подожди. Да, это песня эта. Птицы мои, птицы. Хранят меня пока. А, я знаю, это... Птицы мои, птицы, хранят меня пока. Птицы мои, птицы, летите в облака. Вот это вот. Птицы летите в облака, там за облаками. Там за облаками. Птицы мои, птицы. Да, слышала. Афанасьева. Нет. Дорофеева. Грибалёва? Нет. А, это Олеся. Это Олеся. А, Олеся. Фамилия Олеся. Она её зовут Олеся, исполнительницу. Фамилия Олеся? Она дочка кого-то то ли из Сябров или из Песняров вроде. Олеся из Песнярова? Нет, из кого-то из них. Мне кажется, да, вот это вот. Дочка Анатолия Ивановича Ермоленко. Вот, Ермоленко. Все бры. Все бры, я сказала, вот. Я что-то знаю. Птицы мои, птицы, летите в облака. Птицы мои, птицы мои. Мне кажется, она не кринжована, базовая такая песня на день города, которая поется. Ну, типа, такая типичная. Птицы, летите в облака. Там за облака недалекий яркий свет. Птицы мои, птицы, летите в облака. Я не знаю почему, по субботам, по воскресеньям, в общем, этот клип крутили жестко. Мне кажется, что это не самые, типа, плохие песни, это просто такая типичная попсалка. Ну, в начале были плохие. Я все время просила песню. Там где-то перепро поцелуйчик в ТикТоке. Я ее пела, типа, когда, типа, знаешь, Лерочка сыграй на фортепиано, Лерочка спой птицы мои птицы. А до речи, кто-то сказал, что это не она спевая, а за ее кто-то спевал? О-о-о-о-о! Сябров один, один из Сябров спевает. Папка. Сябров. Анатолий Ермоленко спевал ее у Питчеля и у Агутина. Патька за нее пел. В общем, это для меня душевно близко к песне. Я не считаю кринжовую, мечетую. Это было, мы это признаем. И мы это сейчас можем назвать песней, которым странно подпевать. Но я готова. Вот только клипы были роскошные. А, кто-то читает, я даже видел. Клип даже видел. Ребенок какой-то малой. Опа, ребенок. Нужно использовать презервативы, чтобы мы не рожда… Это может быть этот… Нужный хулиган. Нет, я, наверное, зря. Это, наверное, диджей Анатолий. Мне просто сложно чувствовать. Диджей Анатолий совсем не знаю. Если кто-то не знает, то диджей Анатолий – это сын певицы… Олеся, которая дочь… О, господи, внука, наверное, Моленко. Так, конечно, там же семейный подряд. Династия. Так да, там целая банда засела, и они там своих продвигают, естественно. Я просто хотела сказать, мы почти прошлись по семейному подряду. Жаль, что здесь не было какой-то старой песни, там все броу. Нужно использовать… О, а вот это Анатоль, диджей Анатоль. Я… Ты врубаешься. Врубаешься. Ты врубаешься. Что? Это диджей Анатоль. Врубаешься. Что это? Какие-то классные. Сначала мама его, потом сын. Как они навалили кринжа. Точно, точно, точно. Я уважаю старших. Врубаешься. Обручаю за свои слова. Врубаешься, какое название? Врубаешься, какое название? Ну, кажется, врубаешься, нет? Врубаешься, диджей Анатоль. Как она называется «врубаешься»? Благодаря тебе я не так уверенно выгляжу, у меня три балла. Нет, знаешь, это должно быть. Очень стыдно. Слушай, давай напишем трек такой. Хитяра. Остров социальный, чтобы дети, знаешь… Их проблемы поднять. Слушали своих родителей. Давай напишем трек такой. «Я уважаю старших, врубаешься» и все дети такие. Врубаешься? Нет. А еще со сленгом современным. Сильно молодежным. «Я тоже урожаю старших, врубаешься» Врубаешься? Нет, не старших, а предков. Они так и ожидали. Это же молодежный сленг. Они так и так ожидали. Да, я думаю, да. Как крутой трек. Буду уважать старших тоже. Врубаешься? Слушай, батьку. Какое-то редкость. Это просто у меня прям кринж из глаз потек. Я вспоминаю, как Анатолий еще ходил в такой кепке, типа… Знаете, когда тебя… Цыган украл какого-то? …современным пацаном. Обычно наоборот? Да. Ну. Ты даже еще видишь, типа, рэпер. А, вот и цыган. А, бля. Ты просил. Вот тебе микро Тоби Кинг. Вот и Тоби Кинг. Ну, такой маленький. Что-то есть. Блин, к ребенку… Ой, палочка еще. Слушай, к ребенку никаких вопросов, на самом деле. Это вопросы к его, этим всем продюсерам, кто его так дорядил. То есть, поэтому мы сейчас к нему, конечно, угораем с малого. Да тут не то, что с малого. Мне надо самому стыдно смотреть. Ну, наверное, да. Потому что я мужик. Жик-жик. Врубаешься. 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 Нет, я такого не видела. Снова Ваня там все. А, Ваня, это который какой был? Ваня, но который… Самый высокий. Вот это Ваня. Новый который. Вот это Ваня. А, новый? Мало. Забираем этот плейлист. Вот это вот. За плейлисты случилось плохого дня, когда тебе хочется понять, что… Ну, мы тут даже больше песен знали. Этого плохого дня. Слушай, ну… Чем про ТВ-шоу. Песни были вельми дрянные. Вчера кажучи. Ну, не все песни, как мы тут подпевали. В Беларуси так принято говорить, типа, блин, у нас, кажется, нет особых хитов. Ну, тебе включают такую подборку и такой, да каждая песня знакомая. Ну, реально. Мне очень не хватило сегодня дуэта мини-макс. Пишите в комментах, если вы просто пустили чуть-чуть слезу по ностальгии, по тому, как это было. Эй, напишите, сколько песен вы угадали, потому что мне кажется, что там прям может быть хороший результат. Напишите в комментариях вашу самую любимую и белорусскую… Кринжовую песню. Господи, все с устраним. Я хочу послушать про поцелуйчики. С добрыми песнями. С добрыми песнями. Не только с такими… Прекрасно. Какого-то… Солодуха? Нет, Солодуха другой чувак, кто выходил. Это ссылку. Линк. Ставьте, подавайте, пишите комментарии. И до побочения. До побочения. Светлая, чистая, нежная… Слышал это? Белая, белая Русь. Засветло, затемно, буднично, празднично, Лишь за тебя я молюсь. Это на всяких у нас… Часто если день города что-нибудь такое… Лишь за тебя… Вот это вот включают. Ну, такие типичные подборки.